Брезвизовый режим При условии прибытия их в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. В Минске презентовали мобильное приложение «Голосую». Оно подскажет адрес ближайшего к дому избирательного участка и даже нарисует маршрут. После 17 октября в приложении также появится подробная информация о кандидатах в депутаты. Программу презентовали на семинаре БРСМ. Здесь встретились 250 активистов, руководители штабов по выборам, наблюдатели, молодые депутаты местных советов. Центральным событием форума стал открытый диалог с председателем ЦИК Беларуси Лидией Ермошиной. Торжественным вводом в эксплуатацию многоквартирного дома в Полоцке завершился второй этап проекта Витебской области по строительству жилья за счет материально-технической помощи Китая. Сотрудничество КНР и Беларуси в области жилищного строительства началось в 2016 году. И за это время в Витебской области были возведены и заселены 564 квартиры. Проект будет продолжен. Его третий этап, к реализации которого приступят после согласования документов, ориентирован на малые города Докшицы, Сенна, Толочин, Новолкумль. Там будет построено более 200 новых квартир. КОНЕЦ